Здравствуйте, уважаемые ученики и студенты, гости моего канала. Мы продолжаем изучать посредством разбора терминов и понятий, дефиниции и определений астрономии. Очень коротко. Термин 141, и даже не термин, а биографическое понятие, если можно так сказать. Гагарин Юрий Алексеевич. Это первый космонавт нашей планеты. Нет ни одного человека на нашей планете, взрослого и, как говорится, образованного, который не знал бы, кто такой Юрий Гагарин. Юрий Гагарин родился 9 марта 1934 года в деревне Клушино Гжатского района Западной области. Сейчас это Смоленская область. Гжатский район ныне это Гагаринский район Смоленской области. Летчик-космонавт СССР, герой Советского Союза, кавалер высших знаков отличия многих государств, почетный гражданин многих российских и зарубежных городов. Полковник ВВС СССР 1963 года, к слову сказать, в космос в апреле 1961 года Юрий полетел в звание старший лейтенант. И капитана ему, он присвоено, звание капитана ему было, когда он находился в космосе. Вот. В скорости он получил майора, потом подполковника и, видите, три года от старшего лейтенанта до полковника. Ну, это цена, как говорится, того, что он первый космонавт нашей планеты. Военный левочек первого класса, заслуженный мастер спорта СССР 1961 год, член ЦК ВЛКСМ, депутат Верховного Совета Советского Союза 7 и 8 созывов. 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин стал первым человеком в мировой истории, совершившим полет в космическое пространство. Ракета-носитель, на которой он совершил этот полет, в Восток, с кораблем Восток-1, на борту которого находился Гагарин, была запущена с комсмодрома Байконур, Казахстан, ныне Республика Казахстан. После 108 минут полета Гагарин успешно приземлился в Саратовской области неподалеку от города Энгельса. 12 апреля 1961 года, день полета Юрия Гагарина в космос, был объявлен праздником, Днем Космонавтики. Первый космический полет вызвал большой интерес во всем мире, а сам Юрий Гагарин превратился в мировую знаменитость, звезду самого высшего класса. По приглашениям зарубежных правительств и общественных организаций он посетил более 30 стран. Также у первого космонавта было много поездок и внутри Советского Союза. В последующие годы Гагарин вел большую общественно-политическую работу, закончил военно-воздушную инженерную академию имени Жуковского, работал в Центре подготовки космонавтов и готовился к новому полету в космос. 27 марта 1968 года Юрий Гагарин погиб в авиационной катастрофе вблизи деревни Новоселово Киржасского района Владимирской области, выполняя учебный полет на самолете МиГ-15 УТИ под руководством опытного инструктора Серегина, полковника Серегина. Причины и обстоятельства авиакатастрофы остаются не вполне проясненными, то есть выясненными до настоящего времени. В связи с гибелью Гагарина в Советском Союзе был объявлен общенациональный траур. Впервые в истории Советского Союза в памяти человеке, не являющимся главой государства, объявляется общенациональный траур. В честь первого космонавта Земли был переименован ряд населенных пунктов, включая его родной город Гжатск. Названы улицы и проспекты во многих городах не только Советского Союза, а ныне Российской Федерации, но и по всему миру. В разных городах мира было установлено множество памятников и монументов, посвященных Юрию Гагарину. Итак, детство Юрия прошло в деревне Клушино. 1 сентября 1941 года мальчик пошел в школу, но 12 октября деревня оказалась в оккупации, его учеба прервалась. Семью с малыми детьми немцы выгнали, а в доме устроили мастерскую. До начала зимы Гагарины выкопали небольшую землянку, накрыли дерном, выложили печку. Немецкие солдаты избивали отца, заставляли его работать. Незадолго до отступления немцы угнали старшего брата Валентина и сестру Зою в Германию. Юра видел, как мать сбежала за машиной, которая увозила его детей. Немцы отгоняли их прикладами. В дальнейшем Юрий Гагарин не упоминал о военных годах. По Чеполгару года деревня Клушино оставалась в оккупации, пока 9 апреля 1943 года ее не освободила Красная Армия. В мае 1945 года семья Гагарина переехала в Гжатск, ныне город Гагарин, где Гагарин и окончил 6 классов в Гжатской средней школе. Юрий хотел продолжить учебу в Москве, где жили родственники Гагарина. Но попасть в Москву не удалось. Пока родители готовили сына к отъезду, набор Московского ремесленного училища уже закончился. И только 30 сентября с помощью дяди Савелия Ивановича Гагарина Юрию удалось поступить в Люберецкое ремесленное училище номер 10. Одновременно Юрий поступил в вечернюю школу рабочей молодежи. Вступил в 1949 году в комсомол. В августе 1951 года Гагарин поступил в Саратовский индустриальный техникум на литейное отделение, где помимо учебы проявлял себя как хороший физкультурник. 27 октября 1955 года Гагарин был призван в советскую армию и направлен в город Оренбург, в то время город Чкалов. Первое военно-авиационное училище летчика имени Ворошилова. Обучался у известного в то время летчика-инструктора Акбулатова. В военном училище Юрия Гагарина назначили помощником командира взвода, замком взвода. Не согласно высокими требованиями, несколько подчиненных избили Юрия, после чего он около месяца провел в госпитале. Но вернувшись в училище, сержант Гагарин не снизил требовательное отношение ни к себе, ни к товарищам. В учебе Юрий по всем дисциплинам имел самые высокие оценки. Не удавалось ему освоить только момент посадки. Самолет то и дело клевал носом. Руководство училища приняло решение об его отчислении. Но приказ не подписывали, потому что Юрий плакал, говорив, что без неба не может жить. В последний момент начальник училища обратил внимание на маленький рост Гагарина, что влияло на угол обзора и снижало чувство земли. Гагарину предложили на кресло, подложили на кресло толстую подкладку, после чего он справился с заданием. 25 октября 1957 года Гагарин окончил училище с отличием. В течение двух лет служил в Луастаре, Мурманская область, в истребительном авиационном полку, в Северном флоте, в истребительной авиационной дивизии ВВС Северного флота. К октябрю 1959 года он налетал в общей сложности 265 часов. Имел квалификацию военный, летчик третьего класса, воинское звание, старший лейтенант. Решение о наборе в отряд космонавтов и их подготовке к первому полету на корабле Восток-1 было принято постановление МЦК КПСС и двоих амминистров СССР от 22-го номер 22-10 от 5 января 1959 года. Он был отобран в отряд будущих космонавтов. Планировалось, как известно, отобрать 20 кандидатов. 9 декабря 1959 года Гагарин написал рапорт, то есть подал рапорт с просьбой зачислить его в группу кандидатов-космонавты. Через неделю Гагарина вызвали в Москву для прохождения всестороннего медицинского исследования в Центральном научно-исследовательском авиационном госпитале. В начале 1960 года последовала еще одна специальная медкомиссия. Старший лейтенант Гагарин был признан годным для космических полетов. С 25 марта 1960 года начались регулярные занятия по программе подготовки космонавтов. Из 20 претендентов для первого полета отобрали шестерых кандидатов, то есть три основных и три запасных. Ими стали Юрий Гагарин, Герман Титов, Григорий Нелюбов, Андриан Николаев, Павел Попович и Валерий Быковский. В период 60 по январь 61 года шестеро кандидатов в космонавты готовились к первому полету в космос в городе Жуковском. Тренировками космонавтов руководил знаменитый летчик-испытатель Герой Советского Союза Марк Лазаревич Галай. Когда кто-то из них занимал свое место в шарике корабля, Галай говорил «Поехали!» И начиналось распространение штатных и нештатных ситуаций полета. Команда «Поехали!» звучала на каждой тренировке, к ней привыкли. А Марк Лазаревич рассказывал потом, что команду эту еще до войны давал на тренировках один из летчиков-инструкторов Ленинградского аэроклуба, где учился летать сам Галай. К сдаче выпускных экзаменов 17-18 января 1961 года были допущены все шесть кандидатов в космонавты. Экзамены были сданы. И приемная комиссия записала в акте «Рекомендуем следующую очередность использования космонавтов в полетах». 1-й Гагарин, 2-й Титов, 3-й Нелюбов, 4-й Николаев, 5-й Быковский, 6-й Попович. 25 января приказом главкома ВВС за номером 21 все слены группы были первыми зачислены на должности космонавтов. 23 марта 1961 года командиром отряда был назначен Юрий Гагарин. Король очень торопился, так как были данные, что 20 апреля 1961 года своего человека в космос отправят американцы. и поэтому старт планировали назначить между 11 и 17 апреля 1961 года. Того, кто политик в космос определили в последний момент на заседании государственной комиссии, выбрали Гагарина, и его дублером был назначен Герман Титов. 3 апреля 1961 года состоялось заседание президиума ЦК КПСС, которое проводил секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Кручев. После открытой части заседания комиссии в узком составе утвердили предложение Каманина допустить полет Юрия Гагарина, а Титова утвердить как запасного космонавта. Так все и было подготовлено до известного Гагаринского поехали. Спасибо за внимание. Следующий 142 термин понятия будет посвящен Титову Герману Степановичу. До свидания.